Я думаю, Петя стал за «Спартак» болеть с пятого класса. Как сейчас помню, как он бегал там у нас по даче в футболке Ковенниченко. Когда мы с Петей узнали об этом потрясающем проекте, мы сразу поняли, что это возможность донести до других людей, которые оказались в нашей ситуации, что после инсульта тяжелейшего можно снова встать и научиться ходить. Если вовремя начать реабилитацию, то есть очень большие шансы снова научиться ходить. Геморрагическая форма инсульта – это одна из самых тяжелых форм. Петя был практически обездвижен. Но у него сильный характер, он очень хочет жить. Реабилитация – это процесс непрерывный. Его никогда не пройдешь до конца. Но все равно мы идем. Хочу! 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 Шесть! Тенис, 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 тенис. Увидимся еще. Хорошо. Заходи. У Пети удивительные, потрясающие друзья. Они все время поддерживали его. И сегодня они вместе с ним помогают во всем. Мы с Петей как раз гуляли по парку в это время. Я на смартфоне смотрю счет. И выясняется, что «Спартак» становится чемпионом России. И тут Петя, который даже ходить не может, как подскочил на своей коляске и ничуть не выпал и не расквасил нос. За пятью холмами, под лиловым небом, стоит дом. И войти в историю, заняв в ней свое место, дано не каждому. Субтитры создавал DimaTorzok